так раз 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 все вроде бы у нас есть звук картинка так давайте ребят еще раз проверим в связь картинку звук поставьте пожалуйста по 10-балльной шкале как меня видите слышите протестим я всегда тоже звук прибавлю все хорошо все все 10 баллов окей так запись у нас тоже идет все значит можно начинать еще раз всем добрый день уважаемые партнеры у нас с вами традиционный вебинар традиционные итоги месяца сегодня с вами будем проводить итоги октября и в октябре у нас как правило происходит самое самое главное ну то есть из события октября самое главное событие это осенний выезд самое главное событие осени мероприятие компании еще раз напомню есть у нас четыре самых важных мероприятия компании это итоги года это весенний выезд это день рождения компании которая проходит летом и осенилась и мы с вами этой осенью тоже несмотря на ограничения и непонятно такую неопределенную обстановку ситуацию мы все мы провели мероприятия собрались вами в турции и приехал большое количество партнеров большое количество людей на наши мероприятия и так как это важное мероприятие которое мы проводим осенью я хотел бы еще немного сегодня пройтись по той информации которая там давал значит у нас было три дня обучения четвертый день была активность для партнеров статусе региональный менеджер и вот эти вот три дня у меня было финальное выступление где я в блоке от администрации говорил о скажем так была такая точка синхронизации я говорил о целях а стратегии о том что мы сейчас на чем мы сейчас работаем куда мы идем и как правило по моему опыту у нас осеннее мероприятие она становится таким плацдармом когда мы начинаем уже нащупывать или говорить начинать говорить о цели на следующий год как правило на итогах года мы объявляем какую-то такую одну большую глобальную цель которую мы работаем целый год и вот в этом году феврале этого года когда у нас были итоги мы говорили о том что у нас год пользователя год кастомера и мы будем активно работать весь год в двух направлениях первое это увеличение количества пользователей второе это значит увеличение активности пользователей то есть количество их активность и мы весь этот год работали и все наши усилия были направлены у нас была с вами цель поставлена если помните 20 миллионов вот на сегодняшний день мы уже очень очень близко подошли к этой отметке на сегодняшний день мы в понедельник последний раз замеряли у нас было 18 миллионов 700 тысяч то есть мы вот рядом близкого и я думаю что к декабрю мы точно до 20 миллионов дойдем вообще план был дон до итогов года до февраля но я думаю что мы с вами новый год отмечать будем уже с круглой цифры 20 миллионов значит и как правило то есть мы год работы у нас есть цель значит направление мы работаем и как правило осеннее мероприятие она становится таким еще раз плацдармом когда мы начинаем уже прощупать говорить о цели на 2022 год и вот сейчас у нас происходит такой процесс формирования вектора направления в котором мы будем работать 2022 и скорее всего еще там дальше и 23 24 я сейчас буду об этом говорить и вы поймете что я имею ввиду и значит да это был осенний выезд и мы с вами на турецком на нашем мероприятии говорили о том что юг с приносит деньги если ну говорить скажем так самое сильное самое главное т.п. нашего продукта уникальное торговое предложение что дает вообще you dance то есть мы с вами до этого очень много говорили о том что эта программа лояльность о том что это продукт который дает возможность взаимодействия с клиентами это продукт который делает повторной покупки это продукт который повышает лтв там и так далее и мы скажем так называли в разное время разную т.п. для рынка и сейчас по сути если все это собрать в одном едино что вообще дает в принципе удэс удэс приносит деньги то есть все клиенты которые пользуются продуктом которые правильно его настроили которые хотя бы разобрались 10 процентов тех кто футов того функционала который у нас есть этот продукт приносит деньги то есть реально те предприниматели которые активно используют продукт они зарабатывают больше то есть удэс приносит деньги и это касается и предприниматели наших клиентов это касается наших пользователей потому что пользователи с помощью мобильного приложения они могут экономить семейный бюджет они могут за одни и те же деньги получать больше от предпринимателя и это тоже говорит скажем так ну и совсем о заработке но тем не менее то есть мы говорим сэкономил значит заработал здесь в этом смысле тоже удэс приносит деньги то есть он позволяет эти деньги сохранять и то же самое можно сказать о нашем парк от наших партнерах о нашем партнерском сообществе те партнеры которые активно занимаются продвижением продукта они тоже здесь зарабатывать деньги то есть и ds приносит деньги вы сейчас можете в разные стороны и пользователям и предпринимателям и потенциальным партнерам говорит о том что юдс приносит день что делать и без и без приносит деньги сколько он тебе принесет зависит только от тебя потому что это инструмент и все зависит от того как ты будешь этим инструментом пользоваться то есть инструмент может лежать на полке пылиться либо он может работать на сто процентов и ты можешь выживать из него максимум но задача этого инструмента приносить тебе деньги то есть если ты касаешься юдс и как клиент как партнер как после неважно это должно приносить деньги потому что и без под это заточен это наше самое главное у т.п. и если говорить начинать уже про значит нашу цель на 2022 год значит мы начали говорить о том что сейчас есть все для того чтобы мы начали работать на капитализацию то есть такая самая важная отметка такая психологическая которые сейчас нужно стремиться это 1 миллиард долларов то есть капризация компаний миллиард долларов то есть там мы стремимся сейчас будем стремиться к тому чтобы компания стала единорогом миллиардной компании и сейчас почему вот именно сейчас это цель она возникает она формируется в нашей говоря потому что мы сейчас стоим на очень твердом фундаменте на очень твердой основе и у нас все метрики которые с которыми мы сейчас работаем и которыми мы управляем можем управлять они на это влияет то есть мы уже 6-7 лет разрабатываем продукт и то есть все метрики которые нужны для того чтобы компания активно росла и очень активно масштабировалась они у нас при глазами мы видим мы начинаем управлять для того чтобы компания была миллиардной то есть это нужно чтобы это был бизнес который зарабатывать деньги это должен быть бизнес который увлечено большое количество людей это бизнес который который ведь большое количество клиентов это бизнес вокруг которого большое сообщество и так далее то есть вот все это у нас есть и сейчас то есть правильно управляют этими метриками в нужное время нажимая там на определенные кнопки мы можем постепенно растить компанию то есть я к тому что мы сейчас стоим на фундаменте на платформе где сейчас от нас все зависит мы рано или поздно к этой отметке придем точно потому что ну как бы все что нужно для того чтобы к этой цели прийти у нас есть нам нужно просто сейчас начинать работать активно с метриками и это точно будет рано или поздно то есть я не знаю когда от нас с вами зависит когда это будет рано или поздно скоро не скоро но в любом случае это произойдет есть компания будет миллиардный потому что все что сейчас у нас есть она говорит о том что мы маленькими шагами быстрыми шагами к этому придем причем смотрите вот вот этот цель стать миллиардной компании это не такой не юношеский максимализм это не какая-то хайповую история это не тогда когда мы там два дня назад организовали стартап и говорим все мы будем миллиардной компании когда вот эти вот заявления они но в основном голословны то есть мы сейчас стоим еще раз на твердом и мы там уже шесть-семь лет в рынке и мы уже четко понимаешь на на делать и это знаете такое спокойное выверенное понимание того что мы в любом случае к этому придем и то есть такая знаете взрослая стадия понимания того что ты можешь ставить собой перед собой нормальной цели и достигать их я не скажу что это какая-то заоблачная цель то есть эта цель которой можно прийти механически есть инструменты и я сам главное понимание что нужно делать и как нужно там реагировать на внешние обстоятельства для того чтобы к этому очень быстро прийти вот причем вы знаете что компания она очень flexible то есть очень гибкая динамичная и мы очень активно смотрим что происходит на рынке я не знаю возможно появится какой-то инструмент возможно как-то внешний рынок что-то произойдет на рынке мы этим воспользуемся очень быстро к этому придем на еще раз рано или поздно это произойдет и вот сейчас такое формируется желание понимание что вот к этой цели надо идти то есть пора уже нам идти вот в эту сторону к этой капитализации я думаю что следующий год мы начнем с этим работать значит с этим уже играть и так так все здесь да все это и снова значит катализация она по-разному считается то есть для того чтобы катализация такой стала есть ну как минимум два способа первые тогда когда какой-то крупный когда тебя рынок оценил то есть ты приходишь на рынок и говоришь посмотрите там наша ценность нашу стоимость но когда например приходит фонд и фон говорит что мы например готовы выкупить там 10 процентов вашей компании 100 миллионов долларов вот они там потом оценка миллиард либо это айпи а либо это сейчас новая такая история через поглощение выход на фондовые рынки так далее я не знаю как это произойдет и не знаю как мы будем это оценки добиваться вот мы посмотрим там дальше то есть я думаю что ситуация подскажет мир подскажет как это лучше сделать но вот сейчас есть большое большое желание к этому те значит как мы будем к этому идти значит мы будем идти к этому к через увеличение ну там скажем так три самые главные метрики который есть нашем бизнесе и самые главные метрики или три самых главные аудитории клиентские аудиторию компании компаний у компании из есть три аудитории клиентов то есть первые клиенты это пользователи это кастом мира это те люди которые скачивают мобильное приложение это клиенты компании то есть хоть это и B2B2C, но тем не менее, что конечный клиент для компании – это пользователь. Также клиент компании – это предприниматели, которые покупают лицензию. И самый главный клиент компании – это партнер. То есть партнер для компании – это тоже клиент, это такой внутренний клиент. И мы понимаем, что чем больше партнеров, тем больше клиентов, тем больше пользователей. И вот среди этих трех аудиторий мы выделяем самую главную клиентскую нашу аудиторию – это партнера. Мы понимаем, что драйвером в росте является рост партнерского сообщества. Чем больше, то есть за всю эту историю развития компании мы видим, что чем больше, то есть как только начинает расти количество партнеров, сразу подтягивается количество клиентов и количество пользователей. То есть вот среди этих трех аудиторий, скажем так, драйвером, локомотивом роста является количество партнеров, то есть рост партнерского сообщества. И вот следующий год в рамках вот этой вот большой глобальной цели на капитализацию мы будем работать над ростом партнерского сообщества, это во-первых, и во-вторых, конечно же, над качеством партнерского сообщества. Что я имею в виду? Значит, наверное, не столько важен количество, как важно качество в нашем деле. И нам важно и нам интересно, чтобы к нам приходили, вот смотрите, если мы хотим быть масштабными, то есть компания хочет быть масштабной, то это говорит о том, что те люди, которые вовлечены в этот проект, они тоже должны обладать масштабным видением. То есть у них должна быть другая картинка, другие цифры, другой порядок цифр. То есть качество сообщества – это я больше имею в виду наличие людей, у которых есть очень масштабные цели, у людей, которые думают очень большими цифрами. И чем большее количество людей в нашем сообществе таких будет, тем быстрее будет компания расти. То есть можно иметь, не знаю, там, ну представьте, то есть можно иметь там миллион партнеров, у которых будут какие-то маленькие цели, либо можно иметь там 300 спартанцев, которые имеют большие просто амбициозные цели, такие генералы, которые будут создавать очень большие результаты. Вот я об этом говорю. То есть качество сообщества и качество тех людей, которые сейчас в бизнес приходят. Поэтому я уже последние полгода говорю о том, что мы сейчас в поисках активных, амбициозных людей с очень большими целями, с масштабным видением, с теми людьми, то есть в поисках тех людей, которые думают о миллиардах, то есть думают о миллиардной компании или, например, хотели бы сотрудничать с миллиардной компанией. То есть мы сейчас хотим, вот, то есть открытые к тому, чтобы приходили к нам такие люди. Вот у нас сейчас запуск тех же самых оптовых пакетов, это та же самая история, это про качество сообщества. То есть вот до этого у нас был оффер по партнерской программе, ну, знаете, у нас есть пакеты там тысячи долларов, там три тысячи долларов и шесть тысяч долларов. Значит, и это, скажем так, если мы говорим о человеке масштабном, то для него это неинтересно. То есть я как-то общался с, в моем окружении появляются люди, и я им рассказываю то, о чем я занимаюсь. И, значит, у меня как-то там один парень спросил, он говорит, а вот, ну, там, сколько, там, какая инвестиция? То есть все предпринимают, понимают, что вначале инвестиции, а потом мы, значит, эту инвестицию отрабатываем за счет внутренних инструментов, рычагов и там увеличиваем свою прибыль. И у меня спрашивают, какая у вас там инвестиция, я говорю, шесть тысяч долларов, и мне человек говорит, слушай, ну, прям вообще смешно, это неинтересно, и мне даже, ну, то есть, как бы с этим связываться, у меня нет времени, потому что там есть у вас на сто тысяч долларов, на двести тысяч долларов. Вот, как бы я вот об этом хотел поговорить, я бы хотел для себя это рассматривать. И вот эти вот оптовые пакеты, они как раз для того, чтобы, то есть у нас все то же самое, то есть мы ничего не убирали, у нас просто добавилось новое дополнительное оптовые пакеты для того, чтобы создать оффер, предложение таким людям масштабно. То есть сейчас можно спокойно говорить о том, когда ты человеку говоришь, вот там, шесть тысяч долларов и пакет, он говорит, а есть что-то посерьезнее. И ты говоришь, да, конечно, есть, есть пакет там такой оптовый, такой оптовый, такой оптовый, максимально 60 тысяч долларов, вот, и это уже, то есть люди уже начинают слышать, то есть они начинают уже понимать, что да, действительно интересно. И сейчас спокойно можно говорить о том, что компания метится в миллиардную оценку, и компания точно будет миллиардной, и вот это тоже еще один оффер для таких открытых людей, для амбициозных, для масштабных людей. Поэтому, то есть мы работаем и над ростом партнерского сообщества, и над качеством партнерского сообщества. И эти оптовые пакеты, что они позволяют? Они позволяют денег больше зарабатывать. То есть они для того, чтобы людей масштабные, люди масштабные пришли, и масштабные люди хотят больше зарабатывать. И вообще есть два способа больше зарабатывать денег, это увеличить число сделок, либо увеличить чек сделки. Поэтому понятно, что увеличить количество сделок, число сделок можно, то есть есть определенные ограничения, потому что на сутках всего лишь 24 часа. Мы можем с помощью нашей партнерской программы, когда вы строите команду, то есть вы можете увеличить число сделок таким образом, это первый момент. А второй момент, когда в этой структуре растет чек сделки, тогда ваши деньги растут. То есть у нас два инструмента есть, то есть мы можем через нашу партнерскую программу еще раз увеличить число сделок. Например, вы работаете один, у вас есть какое-то определенное количество сделок в месяц. Когда вы начинаете строить команду, в вашей команде появляется первый, второй, третий, четвертый партнер, десятый, сотый, то есть в вашей команде 100 партнеров. Это говорит о том, что у вас в течение месяца число сделок растет с каждым новым человеком. Почему? Потому что вы финансово участвуете в каждой сделке, которая проходит в вашей команде. Таким образом, вы увеличиваете число сделок. И когда в этой команде растет еще и чек сделок, число сделок растет, чек сделок растет, то тогда мы получаем вот этот накопительный эффект того, что наши доходы растут. Значит, окей. И что нам нужно тоже проговорить, очень важно, это ближайшая событийная линейка, на которой мы с вами работаем. И вот мой 15-летний опыт в партнерских программах, значит, за эти 15 лет я пришел к одному выводу, что, ну, меня спрашивают, какой инструмент в бизнесе самый классный. То есть у нас есть очень много инструментов в бизнесе, хороших, которые работают, но если говорить о том, какой самый мощный инструмент в бизнесе, я всегда говорил, говорю и буду говорить о том, что это мероприятие. То есть мероприятие – это самый сильный инструмент в нашем бизнесе. То есть он дает тебе знание, заряд эмоций, заряд драйва, позитива и энергии. И тоже он, если ты приезжаешь с командой, он дает понимание твоей команде. Поэтому самый главный инструмент в бизнесе – это событие. Вот еще раз, 15 лет я работаю, большой опыт, и вот за эти 15 лет я делаю такой вывод, что самый главный инструмент – это событие. То есть нельзя игнорировать вообще ни в коем случае события компании, региональные события и так далее. Какие у нас события ближайшие, нас с вами ждут? Значит, первое – это школа 20 плюс 40. То есть это школа для тех партнеров, которые в этом спринте сделали 20 циклов и 40 циклов. То есть школа будет 2 дня, и она будет проходить в двух городах одновременно. Значит, общая информация будет для всех партнеров, которые в этом спринте сделали 20 финальных циклов за любую неделю. Значит, и будет отдельный блок обучения от гран-премьеров компании – это Ивана Наталья Сорокина – для партнеров, которые сделали 40 финальных циклов в этом спринте. То есть минимум, задача минимум – это сделать 20 циклов и попасть на эту школу. Еще раз, то есть вот этих оффлайновых мероприятиях, их сейчас не так много, нужно этим пользоваться. И если у вас есть в этом спринте 20 циклов, надо обязательно там быть, покупать билеты, туда ехать. Если их нет, то нужно обязательно сделать и приехать. И для удобства даны два города, то есть Тюмень и Москва. Те, кто ближе к Москве, могут в Москву приехать, те, кто ближе в Тюмени, могут приехать в Тюмень. Два дня, 4-5 декабря, поставьте себе напоминание, осталось 3 недели. Достаточно времени для того, чтобы сделать результат и быть на этой школе. 20, минимум 20 циклов, лучше 40 финансовых циклов в этом спринте для того, чтобы попасть на обучение от гран-премьеров. Дальше. Следующее. Это самое главное событие компании. Опять же, если вы спросите, я начал с того, что у нас есть 4 мероприятия от компании. Зима, весна, лето, осень. И если из этих 4 выбрать самое главное событие компании, то это однозначные итоги года. В этом году мы с вами возвращаемся в Крокурс City Hall. То есть мы все время проводили в Крокурсе, потом один год попробовали переехать на другую площадку, поняли, что нет, нам это не нравится. Мы хотим итоги года подводить на самые лучшие площадки в СНГ. Я думаю, не только в России, в СНГ. Крокурс City Hall. И даты 6-7 февраля. Это будет воскресенье и понедельник. Два дня. И первый день у нас будет очень много информации. Понятно, что это большой блок выступления от администрации, будут выступать все директора. И мы там с вами будем говорить, проговаривать нашу цель на 2022 год. То есть мы будем говорить о стратегии, о векторе развития. Мы будем говорить о каких-то тактических действиях, которые мы будем делать в течение года. И будем говорить о какой-то цифре. Скорее всего, мы выведем какую-то цифру, к которой мы будем стремиться. И скорее всего, это будет идея по капитализации компании. То есть мы будем какую-то, наверное, уже цифру, о какой-то цифре будем говорить. Я не знаю, сколько это будет. Может быть, за 2022 год мы это сделаем. Может быть, до 2023 год сделаем. Один-два года. То есть мы в любом случае к этому результату придем. И итоги года – это то место, где мы с вами будем праздновать свой успех. То есть мы с вами празднуем успех 2021 года, потому что 2021 год для нас очень успешный. Мы для себя то, что определяли, мы, по сути, это получили. То есть мы увеличили количество пользователей. Причем, если вы помните, мы начинали этот год с цифры 11 миллионов. И самый большой прирост за год у нас было, по-моему, 3 миллиона 600. То есть мы начинали год, у нас было 11 миллионов, и за всю историю был самый большой прирост – это 3 600. И нам нужно было в этом году сделать в три раза больше. То есть мы в этом году нацелились на планку «прибавить 9 миллионов». И в начале года, возможно, это звучало не совсем реально, потому что если смотреть на прошлые года. Но, тем не менее, вы видите, что в течение года мы сейчас подходим к тому, что мы эту цель достигаем. Поэтому очень важно это всегда проговаривать, очень важно ставить цели. Вот на итогах года, в 22-м году, что в 7-м ферме, мы с вами будем говорить о целях на 2022. Это важно. То есть важно это не только услышать через какие-то видео, через стримы, когда вы на расстоянии смотрите. Важно быть в зале, когда мы это с вами проговариваем, потому что мы энергетически в эту цель вживаемся, и мы же все равно все с вами являемся частью компании. То есть мы и есть с вами компания, и мы свои энергии в этой компании результаты создаем. Поэтому, когда вот эта вот большая идея, мы с вами ей заражаемся, мы очень быстро к ней приходим. Вот в 2021 год он показатель. То есть мы сделали, то есть увеличили в 3 раза результат, который мы делали на протяжении последних лет. Вот что значит фокус. Там, где фокус, то есть где фокус, там энергия, там результаты. Поэтому, если у вас еще нет билета, позаботьтесь о том, чтобы у нас был, позаботьтесь о том, чтобы у вас гости тоже приехали, у них тоже были билеты. И итоги года это не только вот эта администрация, планы, цели, это еще и признание. У нас будет гран-при, партнер года, номинация, это наш Оскар. Все это, как всегда, очень красиво. И у нас будет хедлайнер, то есть вы видели из ролика, что у нас хедлайнер. В этом году у нас будет Дима Билан, то есть это единственный человек из России, который выиграл Евровидение. И второй день, 7 февраля, мы с вами посвятим полностью обучению. То есть это обучение от топ-партнеров. Значит, два дня будут мега насыщенными, очень полезными. Поэтому это то мероприятие, на котором обязательно нужно быть. Если у вас еще раз нет билета, пожалуйста, позабудьте о том, чтобы у нас был. После итогов сразу же, то есть вот мы с вами 7 февраля заканчиваем. И это Москва, это февраль, это холод, метель и так далее. Мы лидерским составом выезжаем в лидерскую поездку. Потому что 10-12 февраля у нас с вами будет активность в Дубай. Значит, а лидерская поездка, все условия для того, чтобы туда поехать, есть. Есть условия для того, чтобы поехать туда за счет компании, бесплатно. То есть компания будет полностью оплачивать эту поездку. Более того, не просто оплачивать, но у вас еще будут останутся деньги для того, чтобы их там тратить. И лидерская поездка в Дубай 10-12 февраля. Значит, на этой поездке у нас обязательно будет тренинг по финансам. Этот тренинг буду проводить я. Я каждые полгода провожу тренинг от себя лично. То есть полгода я готовлюсь, собираю информацию. Полгода есть какой-то опыт из моей жизни, который я проживаю. И вот это все, то, что происходит у меня в компании, вообще. То есть вот эти вот 6 месяцев жизни я укладываю вот в этот тренинг. Тренинг, он обычно по финансам, потому что мы с вами сообщество, которое, мы с вами здесь зарабатываем деньги. И в основном это по расширению финансового мышления, финансовые нормы и так далее. То есть это будет 10 февраля в этой лидерской поездке. И затем остальные 2 дня это будет разной активности. Мы с вами поедем обязательно в тематические парки. Мы с вами обязательно сделаем экскурсию по городу Дубай. Те, кто не были, вы будете поражены тем, насколько это действительно крутой город. И вообще, в принципе, история его создания, потому что то, что вы там увидите, или то, что вы когда летали, видели, по сути, это произошло за последние 40-50 лет. Все это очень быстро в рамках истории, это очень короткий период. Как люди с правильным мышлением, правильным настроем смогли создать такое чудо, экономическое чудо. Вот. И вы все знаете то, что сейчас в Дубае проходит экспо. То есть это большая мировая выставка. То есть все абсолютно выставки, которые есть, они сейчас приехали в Дубай. Это все идет полгода. То есть сейчас идет с октября, по-моему, по март. Вот полгода весь мир сейчас происходит в Дубай. То есть вот эти вот полгода центры протяжения всего мира – это Дубай. То есть весь мир сейчас в Дубае. То есть вся вот эта вот… все страны показывают, значит, свои достижения и так далее. И у меня там много друзей, коллег, знакомых, которые сейчас, и я тоже собираюсь туда слетать вот до нашей поездки, именно на экспо. И все, кто сейчас были на экспо, я не знаю, может быть, кто-то из вас был, все просто в диком восторге, потому что там действительно там огромный масштаб. Ну, представьте, весь мир. То есть на полгода весь мир выбирает одну точку, куда все слетаются, показывает самые-самые свои последние достижения вообще в любой области. То есть вот в любую область, которая вам нужна, вы можете приехать, и там на этой выставке это все увидите. И мы с вами обязательно выделим день, один день. Может быть, это будет дополнительный день, там, 10-12, 13-го февраля, не знаю. Мы с вами выделим один день для того, чтобы сходить на эту выставку, и подберем такие тематики, которые нам нужно будет посвятить, посетить для того, чтобы там IT, может быть, по финансам, там еще что-то. То есть для того, чтобы посетить вот эту вот выставку, то есть поучаствовать в том, где сейчас там сосредоточен весь мир, умы там, самые-самые большие умы нашего с вами мира. Вот, поэтому все это тоже вот очень примечательно, и мы с вами туда поедем. Поэтому для того, чтобы вы можете туда сделать, выполнить просто промо и попасть туда, то есть получить приглашение, а можно поехать за счет компании. То есть лучше поехать за счет компании, понятно. Вот, это наша с вами лидерская поездка в Дубай 10-12 февраля. И билеты обратные, не знаю, лучше, наверное, не брать. Вообще, знаете, вот вопрос, брать обратные билеты. Вообще, я бы вам советовал задержаться там в Дубае, вот, либо из Дубая можно продлить отпуск и можно слетать на Мальдиву. То есть там 4 часа полета, там несколько прямых самолетов в день, причем на любой кошелек есть лоукостеры, есть там бизнес-классы, Emirates летают и так далее. Вот, и коли уж мы там в той части, то можно будет слетать на Мальдивы, вот, и продлить себе отпуск. Это надо сейчас уже планировать, ребята, потому что... То есть вот еще раз, там, где ваш фокус, там энергия. То есть если вы не были ни раз на Мальдивах, то и очень хотите, то вот это знак для того, чтобы туда слетать. Потому что будете там рядом, еще раз, там очень просто туда долететь. Это не из Москвы, там не из... У нас из России только Москва летает с дикими ценами от Аэрофлота. Вот, поэтому прямые. Поэтому, раз уж мы там будем, то есть смысл. Может быть, обратный билет взять попозже, и вот в этот промежуток побыть на нашем мероприятии, потом слетать на Мальдивы, вернуться и потом уже возвращаться обратно домой. Вот, поэтому я вам просто закидываю это в голову, подумайте об этом. И если вы будете об этом постоянно думать, то мир начнет под это подстраиваться. Вот, и еще раз, если вы хотели давным-давно, и как-то планировали, и вроде бы как-то вот не было повода, то вот повод появился. Вот. А те, кто были на Мальдивах, я думаю, со мной согласятся, что это просто какая-то волшебная точка на нашей планете. То есть там, где время совсем по-другому, ты себя вообще по-другому чувствуешь. И это то, где ты, ну, не знаю, там, единение с природой. И, то есть ты где-то там посередине океана находишься на маленьком острове, живешь в таких вот условиях. В общем, это, конечно, здорово. Поэтому по поводу билета обратно вы подумайте. Подумайте об этом. Если еще раз будете об этом думать, фокусироваться, мир начнет подстраиваться. Если вы этого хотите, мир будет нам это давать. Единственное, ну, как мне, единственное, все ограничения, как бы это банально не звучало, но все ограничения у нас в голове. То есть если вы начинаете себе это позволять, мир начинает вам давать под это ресурсы. Как только мы начинаем себе что-то позволять, мир начинает нам под это давать ресурсы. Окей, и мы с вами в финале. Традиционно мы должны с вами отметить чемпионов октября. Так, я начну со статуса. Начну со статуса менеджера третьего уровня. То есть мы поздравляем тех людей, которые для себя снова открыли. То есть мы не... Я не считаю тех, кто подтвердили статус. Я читаю только тех, кто для себя открыли эти статусы. То есть впервые этого статуса достигли. Так, статус М3. Валерий Есов, Москва. Артем Хоменко, Иркутск. Павел Плотников, Тюмень. Артем Бичинов, Иркутск. И Леонтий Слесарюк, город Омск. Это статус М3. Манеджер третьего уровня. Идем дальше. Статус региональный менеджер. Евгения Карташова и Синтуки. И Максим Иоанна Маркисеева, город Иркутск. Это статус регионального менеджера. Также у нас в октябре было 4 новых директора. Татьяна Игнатьева и Олег Половинкен. Самара, директор первого уровня. Поздравляем вас. Лидия Исаева, город Иркутск. Директор первого уровня. Поздравляем вас тоже. Ирина Горбачева, город Ярославль. Тоже директор первого уровня. Это результаты октября. Значит, в ноябре будем новых директоров поздравить. Я знаю, что у нас сейчас есть новые уже директора. И новые статусы. И в октябре у нас есть абсолютный чемпион. Директор третьего уровня. Юлия Рыжакова, город Краснодар. Юлия, мы тебя поздравляем. Классный результат. Молодцы. И знаем, что ваша команда активно сработала в октябре. Поздравляем с этим результатом. Директор третьего уровня Юлия Рыжакова, город Краснодар. Затем, нужно отметить тех ребят, которые активно работали с клиентами и с партнерами. То есть, начнем с клиентов. Я хочу отметить тех ребят, которые в течение октября подключили три клиента и больше. Три клиента и больше. Ниже там 2 и 1 мы не идем, потому что огромное количество. Я буду зачитывать список в течение часа. Поэтому три и выше. Читалик Сейкенда. Или Кенда, я прошу прощения, если неправильное ударение. Город Тверь. Три клиента. Максим Иоанна Маркисеева, Иркутск. Три клиента. Яна Курыгина, Ишкар-Орала. Армен Байталов, Ташкент. Наталья Сергея Решетникова, Севастополь. Ерлан Турабеков, Иркалагаш Атем, Шимкент. Евгения и Ирина Жилины, город Новокузнецк. Это три клиента в октябре. Идем дальше. Четыре клиента в октябре. Денис Маламуш, город Бишкек. Максатбек Сыдыков, город Бишкек. И Татьяна Фурсова, город Самара. Идем дальше. Пять клиентов в октябре. Сын Ол и Сальсу Мангуш, город Кызыл. Это семейная пара. Пять клиентов. И Павел Рубанович, город Краснодар. Пять клиентов. И абсолютный чемпион в октябре по количеству клиентов. Максим Моисеев, Москва. Восемь клиентов в октябре. Поздравляем. И теперь перейдем к партнерам. Я хотел бы отметить ребят, которые в октябре подключили два новых партнера и больше. Арсен Асриан Щелкова, два партнера. Виктор Хромов Нюрнберг, Германия, два партнера. Марина Исаева Усолья, Сибирская. Светлана Павлова, Балакова. Екатерина Макушняк, Киев, Украина. Эльмира Хамедулина, Москва. Олеся Титова, Рязань. Сергей Кузнецов, Иркутск. Анна Проценко, Севастополь. Наталья Данджинова, Москва. Максим Раденков, Тюмень. Ирина Уибина, Пермь. Олеся Олейникова, Москва. Елена Полох, Южно-Сахалинск. Наталья Курбан-Магомедова, Махачкала. Иван Овсянкин, Иркутск. Антон Лебедев, Киров. Мун Владимиров, Москва. И Артем Вичинов, город Иркутск. Это партнеры, которые в течение октября пригласили два новых партнера. Идем дальше. Три новых партнера. Ксения Донцова, Рязань. И Наталья Ерниева, город Москва. Идем дальше. Четыре новых партнера. В октябре Александр Сметанин, город Киров. И абсолютный чемпион октября по количеству новых партнеров. Пять новых партнеров в октябре. Артем Хоменко, город Иркутск. Поздравляем партнеров активных с победами в октябре. И что еще нужно отметить? Мы делаем гонку городов. То есть мы смотрим в этом спринте города, которые активно работают с партнерами и с клиентами. Причем мы не берем ни количество партнеров и клиентов, а мы берем товарооборот. Товарооборот клиентский и товарооборот партнерский. И вот сейчас гонка городов, рейтинг городов с первого по десятое место среди партнерского товарооборота и клиентского. Давайте начнем с клиентского товарооборота. Десятое место в этом спринте Самара, девятое Пермь, восьмое Сочи, седьмое Краснодар, шестое Сентуки, пятое Иркутск, четвертое Тюмень, третье место Калининград, второе место Омск и первое место город Москва. Это клиентский товарооборот в этом спринте. И теперь партнерский товарооборот десятка городов. Десятое место Калининград, девятое Тверь, восьмое Ивано-Франковск, Украина, седьмое Улан-Удэ, шестое Иркутск, пятое Пермь, четвертое место Санкт-Петербург, третье место Бишкек, Кыргызстан, второе Тюмень и первое место город Москва. Это по партнерскому товарооборот. Это чемпионы октября, которых нужно было отметить. Так, Бичинов на первое ударение. Артем Бичинов, все, я буду иметь ввиду. Артем, и я прошу прощения, и все, я запомнил. Артем Бичинов, в следующий раз, значит, надо поработать хорошо в ноябре, чтобы в следующий раз в ноябрьских итогах я правильно назвал твою фамилию. Вот. Хорошо. Значит, ребята, молодцы. Поздравляю. Классный был месяц октября. Мы сделали классное выездное мероприятие. Туда приехало большое количество людей, несмотря еще раз на ограничения, которое, честно, я думал, будет меньше. Вот. Но у нас очень много приехало. У нас была там проблема с отелями. Отель у нас на стоп стал. Вот. Несмотря на это, вы прорвались, были на мероприятии. Это важно. Вот. И еще раз, наше мероприятие в октябре было таким фундаментом, где мы начинаем думать, значит, простраивать уже цель на следующий год. Я вот тоже об этом сегодня говорил. Поэтому до встречи на школе 20, 4-5 декабря, и на итогах года, где мы с вами будем праздновать наш успех и говорить о том, в каком направлении будем работать весь 2022 год. На это у меня все. Я желаю супер-президентативного ноября, и до встречи на следующих итогах месяца. Все. Всем пока. Хорошего дня. Так, запись мы сделали.